Акции Tesla подорожали на 20% и обновили исторический рекорд. 780 уже долларов за акцию. Компания Илона Маска стала вторым по капитализации автопроизводителям в мире, за счет чего произошел взлет и не окажется ли это опасным пузырем. Акции Tesla улетают в космос. Компания Илона Маска стала вторым по капитализации автопроизводителям в мире на фоне завершения первого прибыльного года в истории Tesla. Это впечатляющий прорыв или опасный пузырь? Об этом Андрей Ромашков. Год назад акцию Tesla можно было приобрести за 300 долларов. Минувшим летом на фоне проблем Илона Маска с законом, инвесторами и целевыми показателями менее чем за 200. А на минувших выходных после публикации квартального отчета, который стал для компании рекордным сразу по нескольким показателям, котировки Tesla пробили отметку в 700 долларов за акцию. Это трехкратный рост от летних минимумов. Как пишет CNN, 2019-й стал первым прибыльным годом в истории Tesla, благодаря результатам последнего квартала. Компания продала более 112 тысяч автомобилей и заработала почти 7,5 миллиардов долларов, хотя аналитики ожидали 7-миллиардной выручки. В отчете Tesla говорится, что год стал переломным моментом для компании, и достижение прибыльности – это не статистическая ошибка, а начало новой эпохи. Сомневается в этом исполнительный директор в ЕСКИ групп Максим Тищенко. Не нужно смотреть абсолютно на рост акций, падение акций. То есть это было ожидаемо, что сейчас что-то маск такое-то вот чик-чик сделает, и мы все побежим покупать акции. Для чего это сделать? Для того, чтобы мы все побежали покупать акции. Под ними ничего нет, под ними есть только идеи, только вот маской все, больше ничего нет. То есть вы просто видите, что это тоже мыльный пузырь, как и то, что все были мыльные пузыри до этого. Да, пока что этот мыльный пузырь хорошо идет вверх, но завтра, а может быть даже послезавтра, это мыльный пузырь, это мыльный пузырь, это мы проектирует существование. Тем не менее, в день публикации отчета акции Tesla взлетели на 10%, и инвесторы, которые ставили против маска, потеряли более полутора миллиардов долларов, подсчитали на оси NBC. А сам миллиардер, по данным Forbes, за несколько часов увеличил свое состояние более чем на 2 миллиарда. Маску принадлежит около пятой части акций компании. На фоне роста котировок на прошлой неделе Tesla стала вторым автопроизводителем мира, обогнав по капитализации Volkswagen, General Motors и Ford, производящие в десятки раз больше автомобилей. Первое место продолжает удерживать Toyota. Так что, пора отбросить сомнения и готовиться к скорому мировому господству Маска? Не советует загадывать партнер аналитического агентства Автостад Игорь Маржаретта. Дело в том, что вообще автомобиль, наверное, крайне нестабилен, при том, что вроде как определено ключевое направление движения электромобилей. Но при этом, в общем, не очень понятно, случится это или не случится, потому что без господдержки электромобилей не существует ни в одной стране. Говорить, что вот действительно Tesla будет лидером на автомобиле рынке через 5 лет, вернее, у нас никто не может предсказать. Поэтому, да, те люди, которые вкладывают в акции Tesla, наверное, рискуют очень сильно. Может быть, они станут миллиардерами через 5 лет, а может быть, и не станут миллиардерами. Никто сказать это не может на сегодняшний день. Потому что не очень понятно, будет ли эта господдержка существовать в Америке, в Китае или в других странах мира. На сегодняшний день господдержка есть, электромобили продаются. Господдержки нет, электромобили не продаются. Согласно самому оптимистичному прогнозу по Tesla, который публикует MarketWatch со ссылкой на ARK Invest, акции компании могут достигнуть отметки в 7 тысяч долларов за штуку к 2024 году. Инвестфирма называет это базовым прогнозом. Бычий вариант 15 тысяч, медвежий – полторы тысячи долларов за акцию, что все равно вдвое выше сегодняшних котировок. В противовес издание приводит опрос биржевых аналитиков, проведенный ФактСет. По его результатам, средний прогноз по цене акций Tesla на годовом горизонте составляет чуть более 500 долларов за штуку, почти на треть меньше их котировок в понедельник.